Настоящий праздник патриотизма и мужества собрал множество гостей. Подобное мероприятие уже четвертое, и с каждым разом количество его участников растет. Мы полагаем, что приверженность долгу способствует духовному развитию. Поэтому мы считаем, что защита отечества – это наш долг. У нас достаточно большая коллекция различного вооружения, и мы привозим на патриотические мероприятия свое оружие, показываем детям, привлекаем их к занятию страйкболом. Особенно меня привлекает то, что здесь находятся военные, то, что можно познакомиться с оружием, потрогать своими руками, ощутить это все. Спортивная часть праздника состояла из сложных эстафет и метания дротика. Новобведением стал интеллектуальный конкурс. Центральное место экспозиции занимает мотоцикл «Урал». Конечно, эта модель появилась намного позже Великой Отечественной войны, но стилизация данного экземпляра не может оставить равнодушным ни одного гостя праздника. Восторг у гостей вызвало показательное выступление военно-патриотического клуба имени Александра Невского, воспитанники которого показали приемы рукопашного боя. Блестяще выступили все пары, но девочки поразили всех своими смелыми ударами и отличной подготовкой. Любава Шамкова с детства занимается борьбой и считает себя настоящим патриотом. Война и защита Отечества, мы должны всегда об этом помнить и знать, и вся молодежь, и подрастающее поколение. А вот такие мероприятия, как эти, они в такой более доступной форме, можно так сказать, для маленьких детей. Вот это все преподносят, и они этому учатся и запоминают самое главное, и становятся патриотами своей страны. Страна становится великой только благодаря своему народу, который уважает и чтит память предков, традиции, правильно воспитывает подрастающее поколение. И такие праздники – хороший способ передать все лучшее детям. Анна Раченкова, Денис Петров, информационная программа «День».